итак мои дорогие показываю вам свой бардак потому что собираю мужа на мальчишник его всегда собираю я в любые поездки поэтому нужно все погладить гладить я ненавижу но покажу как собираю все это успею у нас сегодня еще днем приезжают ребята оригина с андреем они приезжают чтобы потусить то что здесь какая-то пати намечается новой серии в с электро музыкой мы уже давно такие вечеринки не ходим с мужем поэтому мы с ребятами только на ланч встретимся вот мне нужно все перегладить я ненавижу гладить я ненавижу гладить вот прям вообще поэтому в какой-то момент времени мы стали покупать просто для мужа рубашки которые не нужно гладить потому что я прям категорически не могу даже у меня уезжает муж они с ребятами где-то раз в год они уезжают они уезжают по ресторанам знаете у них такая традиция причем с лучшими друзьями с которыми они уже дружат не знаю сколько десяток лет и они очень любят как вы знаете мой муж очень любит поездки его друзья очень любят поездки и раньше раз в год они уезжали делали себе план поездки они ездили по ресторанам трех звезд мишлен то есть они могли поехать в швецию там ездили в англию они ездили собрались поехать в японию вот у них отменилась поездка в италию конечно же во францию то есть везде везде и на два-три дня и они просто выбирают самые лучшие рестораны и они с утра до ночи просто едят идеальное времяпрепровождение да вот ну короче у каждого у кого-то мужчины ездят на рыбалку у кого-то играют видеоигры у кого-то там еще какие-то хобби вот у меня муж он ездит по ресторанам всегда выбираю в чем он поедет что он будет носить там и всегда очень доволен и рад сейчас они едут в италию с ребятами на 4 дня и там уже будет тепло поэтому сейчас покажу что я собираю но мне сказал на этот раз без рубашек я одну рубашку на всякий случай положу но потому что мы купили как вы видели в одном из последних видео видео очень клёвые вещи для него это вот эти вот кашемировые свитера супер легкие и он теперь хочет носить просто футболку знаете какую-нибудь белую и поверх этот свитер очень красиво смотрится элегантно и прям супер вот поэтому я ему возьму только положу одну рубашку на всякий случай тем более там он гладит ничего не будет скорее всего я думала положить много рубашек но они все помнутся потому что чемоданчик маленький поэтому сейчас покажу даже не нужно комментировать как ужасно я глажу я это без вас знаю я действительно это единственная вещь которую я ненавижу делать по дому убираться пожалуйста полы помыть там посуду постирать вещи это все без проблем но гладить меня это просто выпешивает честно и как бы муж знает это чаще всего просим на проблема в том что у нас помощница по дому она еще хуже гладит чем я поэтому вариантов особо нет так шорты шорты купальные кладить не буду и так два свитера таких я думаю в одном он поедет я ему один оставлю чтобы он поехал я ему оставлю синий раз яркий чтобы в аэропорту не потеряли друзья так белая рубашка он не белая там ты тут еще тоже так этот с собой два свитера собой один поедет четыре дня на получается четыре дня это утром они первого дня уезжают и вечером в 4 дня приезжают так одна футболка две белые футболки 1 чтобы спать 1 чтобы одеть три футболки по я знаю что будут такие вопросы кто думает ну или я как я мужа пусть отпускать такие поездки я мужа в принципе ревную но такие поездки нет то есть я его ревную только потому что он очень общительный он очень милый со всеми там максимально приветливо всегда общается и я по первости ревновала то есть максимально мило очень хороший он всегда очень позитивный я немножко ревновала вот и я думаю кстати может быть что я поеду с девчонками мы думали поехать с настей с я я на скорее всего не получается у нее я думаю про хочу с моей подружкой сани которая у меня живет в швеции мы думали сорваться с ней просто поехать на выходные куда-нибудь я не знаю в испанию просто на две ночи вот я сейчас как раз будет время в пола он будет ходить разумеется у них там ланч и ужин в пола он будет ходить на обед поэтому я возьму штучки 3 и плюс одну красивую футболку на всякий случай вот обеды у нас есть на четыре дня ужин и у него будут три свитера и 1 рубашку идеально а к нам сегодня приезжают ребята к нам сегодня но не к нам регина с андреем они приезжают потому что здесь сегодня какое-то это вечеринка но как я понимаю вечеринка электронной музыки по таким не ходим я уже забыла когда последний раз была на какой-нибудь вечеринке семейная жизнь все-таки сильно меняет и на вечеринке с детьми я помню когда я была последний раз но вы знаете что хорошо что конечно слава богу у нас есть свекровь которая нам позволяет с мужем пути ну как бы побыть вдвоем она остается сами ли а мы можем провести время в своем я думаю поэтому у нас так все хорошо после стольких лет потому что мы действительно очень любим очень ценим это время наедине но другой стороны вы еще не знаете моих родителей которые вообще каждую неделю забирать на каждые выходные там вообще просто не родители были здесь я бы просто счастье не было бы предела такой помощью они забирают там вообще с пятницы по понедельник просто каждые выходные моих двух племянников поэтому конечно же я не видела нас ну как бы это мне кажется просто настолько такая помощь огромнейшая молодой семье пушкин я аккуратно не переживай мне нужно успеть потому что это я отправила не с алили в бассейн сейчас на часе потому что у него встреча потом итак будем все собирать сначала полотенца потому что это какие полотенца пляжная серия если они очень удобные так что просто на всякий случай хотя в отеле можно взять полотенца но пусть будут я кстати не знаю будет ли он брать вот эти вот для плавания всякие свои инструменты потом у меня есть свитера раз два три идеальных кашемировых свитера дальше я взяла раз два три четыре четыре футболки и одну рубашку это пижама носки нижнее белье шорты плавки потом три полу пакет для того чтобы грязное белье складывать так я кстати собралась ребята у нас немножко опаздывают регина сказала что у них по навигатору только что они будут два часа в два часа у нас ресторан закрывается точнее кухня закрывается вот поэтому мы поедем пораньше и она сказала что они до сих пор стоят просто в пробке уже час не двигаются вот так что посмотрим что у нас получится из ланча надеюсь что ребятки доберутся конечно на машине это не уже четыре часа едут на поезде два часа было бы но неудобнее на машине сейчас покажу общем купила этот костюм представляете я все практически покупаю онлайн я купила этот замечательный костюм и когда его померила у нас очень клевого материала очень удобный оказалось что здесь вот такие вот разрезы но они не видны то есть когда ты сядешь когда ты садишься то видно что разреза когда ты идешь просто это когда ты просто идешь что как будто обычный костюм вот клевый знаю что мне будете спрашивать марку я пытаюсь название бренда записать у них много кстати костюмов я нашла на фарфетчах еще хотела показать прекрасный маникюр мне что-то прям вообще так нравится такой яркий летний прям очень довольно а еще у меня вот есть такое платье она клевая и она длинная но клевая на хочу из него сделать комплект то есть делать отдельно юбку отдельно кофту нужно найти кто мне сделает ничего не показала вам и так он так как кухня до двух мы приехали без десяти любимые заказал себе полки начали к дольбоска наша обожаемую амили пока играет ей взяли паккери но кусты но не паккери паккери вот ждем ребят я себе возьму салатик потому что есть ребят приехали я не показала мы уже покушали я все да теперь ты ты какая-то не накрашенная тебя нужно подкрасить у нас есть личный мейкапер визажист у нас нет маленькой кисточки мейкапер визажист у нас нет Это тушь, это что, у меня сональчик? Духи. Пшук-пшик. Вообще. Ой, давай, Слава. Давай, делай нахуй. Такая ныряет. Класс! Она так аккуратно прям. Эмиля, мы закончили уже с вами? Спасибо. У тебя привычнее. Все, готовы все? Хочешь взять кофе, хоть логичие кофе. Подожди. Там была петля колочка. На, я тебе могу дать закончить. А, у тебя есть своя. Ты не умеешь? Не умеешь? Ну, ничего страшного. Сейчас тебя Регина научит. Смотри. А, любишь? Я щеляю. Похоже, у тебя маленькая. Она тоже знает. Мокрая. Мокрая. Мокренькая. Мой подходит. Мокренькая. Мокренькая. Давай. Мама, я хочу взять. Мокренькая. Мокренькая. Сейчас все предношение у нас какое-то. Мокренькая. Мокренькая. Угу. В общем, ребят, сейчас вам расскажу, а то не снимала. В общем, Регина с Андреем, получается, они уехали на свою эту тусовку. Мы остались еще в ресторане, мы причем там были еще часа 4, наверное, или 5. У нас приехали потом еще друзья туда. И в итоге мы домой поехали уже в 10 часов вечера. У Эне очень сильно разболелось ухо, у него периодически возникает атид, и ничего с этим поделать невозможно, нужно сразу капать антибиотики, нужно там чистить что-то, выдувать. Я не знаю, это он очень страдает, мне прям так его жалко всегда. Он поехал в скорую, но там очень нужно было долго ждать, ему нужно выезжать в 5 часов утра. В итоге приехал домой, спать не мог. А вот вообще он не спал просто всю ночь до 5 утра. Я тоже, потому что он пошел в большую комнату, получается, я без него спать, мне тоже начинаются какие-то кошмары снится. И проснулась в 4.30, уехал он, не уехал, смотрю, не уехал, и все. Уже тоже спать не могла, потому что распереживалась. Распереживалась я не из-за того, что он уезжает. Я всегда очень боюсь, почему-то вот на меня накатывает какой-то страх, что что-то случится в поездке, я имею в виду, там, с самолетом, с машиной. Вот что-то такое на меня накатывает прям такая паника. Я уехала, они поехали, там, у него друг купил отель, и они должны были его посмотреть, проверить перед запуском. Вторая ночь без мужа. Я опять не спала уже по другой причине, потому что среди ночи я периодически занимаюсь шопингом посреди ночи. То есть мне нужно что-нибудь, я нахожу какую-нибудь фигню, которая мне обязательно нужна. И в этот раз это оказалась книга. Они, он очень любит Амеле книжки читать. Это их такая тема. То есть у нас есть русские книжки, которые я с ней читаю, а английские книжки он с ней всегда читает, потому что хочет, чтобы она английский язык знала, разговаривает с ней по-английски. Вот, я нашла книжку. Я нашла книжку «Мой папа супергерой» на английском, которую можно заказать со своим именем. То есть, Орсо, что ты делаешь? То есть можно выбрать героя, можно выбрать девочку, которая похожа на вашу дочку, или мальчика, который похож на вашего сына. И можно написать специальные слова для папы. И я начала писать первая страница. То есть все это, что типа «Спасибо, папа, ты мой супергерой». Ну, то есть со стороны Амели я написала все, подписала. И у меня просто слезы, потому что я начала думать о своем папе, как я по нему соскучилась. И начала, ну, короче, вторую ночь. Я тоже не поспала. Глаза вообще не открываются. Пупсики. Пушки. То есть мне муж, он постоянно пишет, звонит. Я знаю, что они, где они там с ребятами. И он мне вчера пересылает сообщение, которое прислал. Ну, то есть он мне отправляет сообщение. Я смотрю, оно пересланое. И это, значит, отправил один из его друзей своей девушке. И он как раз показывает, где они там показывают комнаты, показывает все, рассказывает. Говорит, ну, видят они, а такой говорит, а не, помаши там ручкой. И они машут ручкой. То есть настолько мило, что все ребята, которые туда едут, они настолько, ну, своим девушкам, женам пишут все, звонят. Вот смотрите, где мы, отправляют фотографии. Такие лапочки. Вот, в общем, жду мужа через два дня. Завтра мы поедем с Амелией. Решили поехать в Луган. У нас там есть друзья потусоваться вместе на целый день. Вот. А еще я завтра поеду себе боток сделать. Утречком. Но не боток все делают и спорт. Вот. Мне хватает на месяцев семь. Решила сейчас сделать перед летом. Потому что уже морщинки появляются. У меня, я делаю только лоб. Остальные вообще ни разу не делала. Ни глаза, ничего. Только лоб. Потому что он у меня самый эмоциональный. Домик. Ого, какой большой. Молодец. Ого. Молодец какая. Опа. Ой, нет, не мой домик. Третий домик у нас. Желтый молодец. Еще какой золь. Смотри, зай, 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 зай. Ай, 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 ай. Молодец. А следующий какой домик? Умница. Дзинь. Дзинь, дзинь. Закончила твоя карточка. А теперь посмотри, мы с тобой будем пирамидку какую делать. Сейчас тебе покажу. Ракета. Вот такую ракету или вот такого пришельца? Пришельца будем делать? Тогда нужно найти все зеленое. Давай искать, где голова. Молодец. Теперь в дырочку нужно вставить один гвоздик. Вставляй. Вставила. 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 Продолжение следует...